13 мая состоялась так называемая контрольная прогулка писателей, к которой присоединилось очень много горожан, заинтересованных не столько в литературе, сколько в каком-то воздействии на политический процесс. И кому-то может показаться странным, что вдруг писатели, ну какая-то группа писателей возглавила эту колонну недовольных. Но вообще-то, если задуматься об истории русской литературы как таковой, то мы должны вспомнить, что русская литература всегда была тенденциозна. Я имею в виду под тенденциозностью какую-то принадлежность автора, постоянную, неизбывную, необходимую, которую он ощущает как необходимую, принадлежность автора к определенной системе ценностей, которая так или иначе стоит за любым его текстом, за любым его высказыванием. И граждане, жители России, читатели этой литературы, читают не только литературное произведение как таковое, но они читают и ту, считывают и ту идеологическую систему, ту систему ценностей, которая за ним стоит. И именно отсюда проистекает вот эта фраза довольно-таки банальная, уже к настоящему времени, ставшая банальной, превратившаяся в клише о том, что поэт в России больше, чем поэт, и о том, что литература в России всегда была чем-то большим, нежели литература, и о том, что литература — это зеркало жизни и все такое прочее, все такое прочее. Вот это представление о том, что литература должна учительствовать, оно для нашей культуры естественно и характерно. В конце концов, в наших сборниках афоризмов, таких массовых тоже произведениях, очень много цитат из произведений писателей и очень мало цитат политиков. Если сравнить это с какими-то американскими сборниками афоризмов, там мы увидим целый ряд президентов Америки, которые рассуждают о своем видении мира и о своем видении жизненных ценностей. Но у нас политиков особо никто не спросил. Ну, классики марксизма и ленинизма всегда издавались какими-то отдельными томами и никогда не были предметом массового чтения. Их пытались сделать предметом массового чтения, но они им все равно не остановились. Народ как-то упирался и продолжал себе цитировать Тютчева, Фета, Достоевского, Толстого, Блока, все что угодно, имеющие отношение к литературе. И поэтому закономерно, закономерно, что литератор в современной России осознает свою роль, роль литератора, как роль учителя и как роль человека, имеющего непосредственное отношение к политике, к политическому процессу и непосредственное влияние на политику. И более того, осознающего свое право влиять на политический процесс. Но давайте подумаем о том, кто были те писатели, которые возглавили эту колонну. Наиболее часто упоминалось в СМИ, и вообще говоря, это соответствует действительности, наибольшую активность проявлял Борис Акунин. Но Борис Акунин не литератор. Заметьте, что упоминалось именно имя Бориса Акунина, не Григория Чехартишвили, а Борис Акунин, псевдоним, под которым Чехартишвили издал определенную группу паралитературных произведений. То есть мы имеем две ипостаси, два воплощения одного и того же человека. Тонкого исследователя Григория Чехартишвили, человека образованного, человека, чувствующего в текущий момент культурную ситуацию, политическую тоже. И литератора, ну скажем так, ремесленного типа, литератора, для которого его текст — это некая поделка, ремесленная поделка Бориса Акунина. И вот во главе нынешнего политического процесса оказывается Борис Акунин, а не Чехартишвили. Это очень показательно. Это очень показательно для того, чтобы понимать взаимосвязь между осознанием себя как литератора и осознанием себя как человека, который должен вести себя как литератор. И связь обратную. Если я веду себя как литератор, значит, я литератор. И значит, я могу же давать автографы, как Борис Акунин. Хотя, вообще говоря, есть, конечно, какая-то группа людей, которые интересны автографы Дарьи Донцовой, Александра Марининой, Бориса Акунина. Мне кажется, что эта группа, это не та группа, которая выходила вслед за Акуниным протестовать против действий властей. Мне так кажется. И в данном случае, помимо каких-то политических последствий, помимо такого некоего publicity для Акуниной и группы людей, с которой он выходил на прогулку, помимо этого, есть для него лично какое-то последствие в восприятии, в измене восприятия его текстов. Это же писатель. Ведь он же вел себя как писатель. Он пытался участвовать в политическом процессе. Я говорила о качестве тенденциозности, которая характерна для русской литературы изначально. Просто по природе ее существования, по природе ее появления на свет. Но тенденциозность никогда не подразумевает под собой какой-то определенной, четко сформулированной политической позиции. Гоголь тенденциозен. Но мы не знаем, он был бы за революцию или против. Толстой тенденциозен. Но опять-таки его тенденциозность проявлялась в большей степени в его отношениях с церковью, в его отношениях с концепцией любви, в его отношениях с мирозданием, если угодно. Он проповедовал, он чувствовал себя как проповедник, но он не был политиком и не был политическим агитатором. И современная литература, вот та литература, которую нам приносит конец XX, начало XXI века в России, литература, которая не столько тенденциозна, сколько идеологична. То есть имеет все-таки отчетливое политическое содержание. Его можно прочитать, его можно сформулировать какими-то теоретическими тезисами. Иными словами, оно не искусственно привносится воспринимающим. Оно там есть, его можно воспринять, если вы настроены на эту часть содержания, на линию политического, которая есть в литературном тексте. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим о таком явлении природы, как паралитература, то есть литература, ремесленная литература, развлекательная литература для проведения времени, а не для того, чтобы задуматься и получить удовольствие от стиля, от языка, от умения автора подбирать слова и мысли. Эта литература не стремится, как правило, к тому, чтобы формулировать какую-то политическую позицию. Борис Акунин в своих романах про приключения Фондорина, вообще говоря, никакой политической позиции не выражает. Мы не можем назвать эти тексты идеологизированные, мы не можем назвать их тенденциозными. Они вот просто какие-то тексты. И когда человек, который никак себя не проявлял в какой бы то ни было системе ценностей, в пропаганде какой бы то ни было системе ценностей, в пропаганде какой-то позиции политической, вдруг неожиданно оказывается во главе политического шествия. Ну, мы, конечно, не должны думать, что это было политическое шествие. Конечно, люди просто вышли на прогулку. Но цель этой прогулки все равно была политическая. Вот она была сформулирована как политическая, невзирая ни на что. Когда человек настолько разный в своих произведениях и в своих поступках в реальности, точно так же, как он разный как исследователь и как писатель, и даже называется разными именами, это тоже говорит о некотором несоответствии, о некоторой искусственности, о некоторой неискренности, может быть, подобных поступков. Редактор субтитров А.Семкин